МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На круглосуточном информационном канале Брянская губерния. Программа события. В студии Оксаны Измерова. Здравствуйте. Владимир Путин отправил в отставку 15 генералов силовых ведомств. В том числе глава государства уволил начальника ОМВД по Брянской области Валентина Кузьмина. Временно исполнять обязанности начальника Брянской полиции будет Александр Позняков. Ему 55 лет, он родился в Новозыпковском районе. Окончил брянский филиал Московского университета МВД России. В ОВД работает с 1993 года. Начинал в должности участкового инспектора милиции ОВД по Магаданской области. С 1996 года служит в ОМВД России по Брянской области на руководящих должностях. Начальник криминальной милиции Володарского РОВД, заместитель начальника, начальник управления уголовного розыска УВД. С ноября 2016 года заместитель начальника УМВД, начальник полиции. На заводе «Бежицкая сталь» обрушилась стенка литейной электродуговой печи. По предварительной информации, это произошло из-за прорыва охлаждающего контура. Пять человек получили травмы средней степени тяжести. Создана специальная комиссия, которая расследует происшествия. Завод работает в штатном режиме. В приемной президента Российской Федерации в Брянской области заместитель полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе Мурат Зязиков встретился с жителями региона. Граждане обратились к полпреду с самыми разными вопросами. От социального обеспечения и дорожного строительства до озеленения и благоустройства улиц в небольших населенных пунктах. Также в ходе рабочей поездки в Брянск заместитель полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе Мурат Зязиков встретился с губернатором области Александром Богомазом. Готовность брянских школ к 1 сентября – главная тема диалога. Глава региона сообщил, что во всех образовательных организациях проведены необходимые работы. В 69 школах выполнен капитальный ремонт. В 8 сельских учебных заведениях отремонтированы спортивные залы. Приведены в порядок санузлы. Закуплено необходимое учебное оборудование и спортивный инвентарь. На подготовку школ к новому учебному году из бюджетов всех уровней было направлено свыше 480 миллионов рублей. Также в ходе встречи шла речь об отопительном сезоне. Александр Богомаз отметил, что коммунальное хозяйство к предстоящим холодам полностью готово. Торжественная служба в Свенском монастыре и большой крестный ход. Празднование иконы Свенской Божьей Матери собрало тысячи верующих. Иконы считаются защитницей и покровительницей Брянска. Праздник связан с чудесным избавлением города от нашествия наполеоновских войск в 1812 году. К стенам Свенского монастыря с самого утра съезжаются верующие из разных уголков Брянской области и других регионов. Принять участие в божественной литургии и прикоснуться к святыне желает каждый. Свои двери для верующих открыл Успенский собор Свенского монастыря. Здесь в 9 часов утра начинается литургия, которую возглавляет митрополит Брянский и Севский Александр в сослужении духовенства Брянской и Клинцовской епархии. В молебне принимают участие представители областной власти и Государственной думы. В храме горят сотни свечей. Прихожане молятся древнейшей святыне Брянской земли. Эта икона изображает Пресвятую Деву, Матерь Божию, восседающую на золотом троне и держащую на коленях предвечного младенца. О, веичьих радостей и ангелов превышая, радуйся невесту мне. Большой крестный ход протяженностью около 8 километров продолжил празднование. Сначала верующие принесли икону вокруг стен монастыря. Празднование в честь свенской иконы совершается два раза 16 мая и 30 августа. Второе связано с чудом избавления города Брянска и ближайших поселений от нашествия наполеоновских войск в 1812 году. Верующие с чудотворным образом в руках обошли крестным ходом вокруг города. И во время крестного пути узнали, что вражеские войска отступили. В благодарность Пресвятой Богородице установлен праздник. Крестный ход продолжается по центральным улицам Брянска. Впереди мобильная колокольня. Звонари Тихвинского храма заливают улицы праздничным перезвоном. Люди останавливаются, молятся и присоединяются к большому крестному ходу. Вдохновляет, потому что это праздник души, потому что это для меня очень важно, для моей духовной жизни. Прийти, помолиться за своих родных, за близких, чтобы все хорошо было. Наша покровительница Брянщина. Самая большая святыня, то есть Божья Матери, которая своей стопой ступает на Брянскую землю здесь. Поэтому не прийти, конечно, просто не вас. Если только очень-очень важные дела какие-то. Эта икона, она принесла радость нашему народу, нашей стране. Ведь враг не дошел до стен Брянска. Царица небесная, Свенская похвала помогла в этом нам. К молитвенному шествию присоединился и губернатор Брянской области Александр Богомаз. И заместитель полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе Мурат Зязиков. Завершился крестный ход возле Свято-Троицкого кафедрального собора. Этот чудотворный образ был принесен к нам из Киева-Печерского монастыря еще в XIII веке. И с тех времен прославился многими случаями благодатной помощи людям. И сегодня мы прошли следами наших благочестивых предков. И вслед за ними вознесли благодарственные молитвы Пресвятой Богородице, столетия, сохраняющие нас через свой свенский образ. Я от всей души поздравляю вас с этим радостным и светлым праздником, праздником свенской иконы Божьей Матери, которая является главной святыней нашего региона и на протяжении многих веков являлась заступницей земли Брянской. Облик Божьей Матери являлся сердцем свенского мужского монастыря и на протяжении многих веков являлся духовной основой для жителей нашего региона. И сегодня, конечно, я хочу сказать огромное благодарность нашим владыкам, митрополиту Александру и Владимиру за то, что действительно они сегодня делают огромную работу, огромное дело для того, чтобы наши наследники, те, кто будут жить уже после нас, чтобы у них осталась духовность, осталась основа нашего государства. После молебна все верующие смогли приложиться к свенской иконе Божьей Матери. Екатерина Зойдина, Сергей Любецкий, Александр Жучков. События. Брянский район. Брянск. На Прянщине полным ходом идет уборка урожая. Сельхозпредприятия убирают зерновые, бобовые, картофель, рапс, овощи и лен. Продолжается заготовка кормов для общественного животноводства. Наивысшая урожайность зерновых в Севском, Выгоническом и Стародубском районах. На сегодня зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на 80%, на площади 232 тысячи гектаров. Намолочено 927,6 тысяч тонн зерна. Средняя урожайность 40 центнеров с гектара. Это на 0,8 центнеров с гектара больше показателя прошлого года. Картофеля убрано примерно 16% от уборочной площади. Всего второго хлеба накопано 133 тысячи тонн. Активно убираются овощные культуры и лен-долгунец. Также продолжается заготовка кормов для общественного животноводства. Зажигая футбольные звезды, в Брянске продолжается детский футбольный фестиваль «Кубок наших надежд». За время проведения Брянский турнир стал настолько востребован в футбольной среде, что в этом году организаторам пришлось разделить участников на 4 возрастные группы. Стоит отметить, что турнир в Брянске проходит в рамках партийного проекта «Единая Россия. Детский спорт». Нанести первый символический удар по мячу на турнире было доверено самому маленькому игроку – Степану Степину. Хотя справедливости ради нужно отметить, что большинство участников немногим старше Степы. И пусть им не хватает пока техники и мастерства. Все это юные футболисты с лихвой компенсируют рвением и азартом. Именно для того, чтобы зажечь в ребятах желание заниматься спортом, в свое время и был запущен проект «Единой России. Детский спорт». В принципе, сам проект рассчитан на то, чтобы поднимать детский спорт, его массовость. Потому что именно с детских лет первые шаги, если они сделаны рядом со спортом, вместе со спортом, то уже и взрослый человек, когда становится взрослым, он переносит в свою повседневную жизнь вообще спорт как не только здоровый образ жизни, но и как, самое главное, определенное здоровое мышление. Футбольная академия «Зенита», «Краснодара», «Московского локомотива», ведущая школа Белоруссии «ФК Минск», победители зональных чемпионатов и всероссийских соревнований «Локобол» и «Кожаный мяч». Брянский кубок наших надежд входит в топ-10 крупнейших детских турниров сезона. Этот турнир мы рассматриваем как дальнейший толчок в плане футбольной карьеры для многих ребят. И, в принципе, он уже дает свой эффект. Потому что, я могу сказать, те ребята, которые участвовали в этом турнире, многие уже в лучших ведущих академиях России. И в том же «Спартаке», и в «Зените», и в «Краснодаре», и в «Спартаке», и в «Локомотиве». Причем и наши брянские ребята есть. И команды других городов приезжают, допустим, с Калуги, от Белорода. Вот наши ребята участвуют уже за ведущей академией. Их также заметили на этом турнире. Завершится 10-дневный футбольный марафон 30 августа. Большим спортивным праздником и награждением победителей. Дмитрий Кузнецов, Сергей Любецкий. События. Брянск. Физики и лирики, а еще физкультурники, историки, воспитатели, методисты и другие представители учительского сообщества готовятся отмечать День знаний 1 сентября. На старте нового учебного года педагоги города Брянска собрались на конференцию во Дворце культуры Медведева. Мне три года, я мала. С мамой я же пошла. Самая благодарная публика – учителя и воспитатели. Правильный ответ ученика – бальзам на сердце. Любое выступление умиляет. За три дня дошкольного марафона дресс-код еще летний. Говорят, даже не верится, что жаркая погода сменится не менее жаркими буднями. Власти огласили успехи брянских учителей, озвучили точки роста, вектор, по какому пути пойдет педагогическое сообщество. 50 тысяч наших детей, которые перешагнут 1 сентября пород наших школ. Почти 25 тысяч детей дошколят, которые придут в детский садик. 15 тысяч детей, которые придут в учреждение дополнительного образования, в приоритете у руководства города. Подтверждаю, что финансирование образования, которое мы обеспечиваем в этом году, но выше практически на 500 миллионов в сравнении в 2017 году, продолжится и в 2019 году. Со сцены учителей сравнивали с армией спасения. Именно им надо отразить атаку Дома-2. Вызвали школьников из плена невежества и безграмотности. Быть интереснее и ярче, чем современные гаджеты. Использовать технику во благо. Хочется отметить, что уже в этом году некоторые образовательные учреждения осуществили переход и выход в глобальную сеть для всех обучающихся. Это лицея 1, 2, 27, гимназия 1, 3, 4, 6, 7, школы 9, 12, 25. Важным ресурсом, позволяющим объединить в единое информационное пространство администрации, педагогов, родителей, детей, а также общественность, является сайт образовательной организации. В зале представители городского учительства, детские сады, заведующие методисты и старшие воспитатели и директора 68 школ с коллегами. До 1 сентября у них будет еще один важный день, пробный, встреча с учениками. А пока награды, грамоты, поздравления. Ведь вы нас делаете, вы из тех ребят, мальчишек, которые непутевые, которые там и бегали, дрались, девчонками там приставали, вы из нас делали и летчиков, и космонавтов, и депутатов, и просто хороших людей. Потому что вы те люди, которые закладывают основу в маленьком человеке, но и вы те люди, которые берут на себя огромную ответственность. Хорошо бы то понимание, что учитель не производит материальных ценностей. Мы работаем с человеком. Мы работаем и растим то, что будет делать наше будущее. Едва ли не самое важное признание коллег. Ведь самореализация – высшая ступенька пирамиды Маслоу. На ПЕД-конференции детально озвучили лидеров конкурсов, фестивалей. Первые лица и первая гимназия вошли в топ-200 рейтинга образовательных учреждений России. 52-я школа с отрядом ДЮП в финале Всероссийской игры Победа. 53-я – победитель в состязании музееведов на уровне страны. 22-й детский сад «Лесная сказка» – площадка для робототехников. А 17-я, 15-я и 29-я школы – лауреаты конкурса «Парта героя». Медалью за особые успехи в учении награждены 455 обучающихся. Одним из показателей результативности работы образовательной организации является ЕГЭ. Высокие результаты – 100 баллов – показали 40 выпускников. Из них 4 человека по двум предметам. Школа номер 22 – номер 2. Гимназия номер 1 – два выпускника. 5 октября они снова соберутся вместе. Александр Макаров пригласил. Профессиональный праздник – День учителя отметят в 59-й школе. В актовом зале – новой пристройки. Мария Сергеенко, Игорь Венечук, События Брянск. Брянскую исправительную колонию номер 2 посетила специальная делегация. Представители исполнительной власти, директора заводов и предприятий изучили производственные мощности, а также ознакомились с продукцией, которую выпускают отбывающие наказания. На сегодняшний день проблема обеспечения осужденных рабочими местами стоит на Брянщине недостаточно остро. Но власти решают этот вопрос. Исправительную колонию номер 2 посетила специальная делегация. Мы сюда пригласили всех заинтересованных лиц, органов исполнительной власти, промышленности, производства Брянской области, для того, чтобы осмотреть возможности, площадя производственные. В колонии есть цеха металла и деревообработки, производятся мебель и детские площадки, есть швейное производство и производство пожарно-технической продукции. Армейская «Не умеешь, научим» актуальна и здесь. Осужденные могут обучиться профессиям, чтобы на воле найти работу, а предприниматели и руководители заводов – получить охраняемые станки, площади и рабочие руки. Мы заинтересовались нашими площадями производственными, цехами. Их интересует то, что у нас есть свободные рабочие руки. Биржевский столетийный завод, специалисты заинтересовались, мы когда-либо действительными с ними работали. Жуковский завод тоже заинтересовался нашими производственными мощностями. Представители швейных фабрик. Исправительные учреждения осваивают производство новых видов изделий. Трудоустроено почти 200 осужденных. Рассмотреть любую форму сотрудничества с предпринимателями готовы шесть исправительных учреждений области. Телекомпания «Брянская губерния» не в первый раз обращается к теме благоустройства города. 13 августа официально стартовал целый месяц, когда власти будут организовывать субботники и рейды чистоты. Но есть и те, кто приводит Брянск в порядок по зову сердца. Многие энтузиасты вышли за стандартные рамки. В своих дворах они сооружают необычные клумбы и конструкции из цветов. Жители частного сектора Ковшовки улицы Перекопской позвонили в редакцию с желанием сказать спасибо устроителям новой детской площадки. По вечерам здесь собирается больше 80 ребятишек со всей округи. Дисна, Стелс, Атом, Форвард. Десятки велосипедов на парковке. На детскую площадку в конце Перекопской идут пешком, едут на самокатах и в колясках. Игорь Андерсон местный, вырос на Ковшовке. В лесу была не площадка, а футбольное поле было. А так в основном и негде было раньше поиграть даже. По кустам бегали все время. Эти ребята уже не вспомнят, что было тут в тупике. Заросли, болото, знатная свалка. Боролись с ней объявлениями, просьбами, угрозами. Ничего не помогало. По-тихому везли сюда пластик, мешки с мусором. Хозяйки решили обратиться за помощью к соседу, депутату областной думы Дмитрию Агапову. У него самого четверо детей. Есть инициативные люди, то есть свалка здесь была, дети игрались на свалке. Дело хорошее, на это денег не жалко. Тут уже все есть, подрядчиков наняли, все сертифицировано, все вроде как сделали, чтобы все безопасно. От домов до леса сто шагов. Тут и воздух, что надо, и простор. Чем можем, поможем. Дмитрий Геннадьевич, вы уж нас спасите. Задумали весной, летом уже собирались на площадке. Иногда даже мы взрослые собираемся здесь, играем в волейбол. Поэтому мы очень благодарны, что есть у нас такой добрый волшебник, как Агапов Дмитрий Геннадьевич. Большое ему спасибо. А два года назад он сделал нам дорогу. Когда Денис родился, вот сейчас моему Денису уже 10 лет, мы ходили с колясками, вы не представляете, в каких условиях. В сапогах и обходили огромные лужи по колену. А теперь мы спокойно, и к нам приходят на нашу улицу детки с родителями соседних улиц. Приезжают подростки даже, и с 51-й школы к нам играть. Говорят, знаете, у нас очень весело, приходите все к нам. Теперь тут на гироскутерах, роликах, самокатах катаются. В записной книжке Агапова первый пункт был вывести мусор. И позже 40 машин песка выровнять, найти проект, проверить на безопасность, сертификаты. Она очень во многом сполотила и детей, и родителей. Потому что сюда приходят дети, посмотрите, дети приходят с маленькими детками, которые вот еще только-только начинают ходить. И они уже здесь, с колясочками. Поэтому здесь есть где детям поиграть, где детям пообщаться. И честно сказать, мы даже не волнуемся за них. Забор устанавливали, песок раскидывали, что мы тут еще делали. Качельки вонки устанавливали. Ну, помогали, как могли. Ну, у нас даже на втором нигде такой нет площадки, как здесь. Родители приходят с детьми, отдыхают. Субботники у нас проводим. Все, помогают родители, помогают детки. Это их все сплачивает. Больше нравится, что тут построили ее. И мне больше нравится, что тут много детей и веселья. Есть много знакомых. Есть все, батуты. Можно везде заниматься. Подтягиваться. Футбол играть. И много друзей. И веселье. Взрослые дети в унисон спасибо депутату. Как собираются, рождаются новые проекты по благоустройству Перекопской. Если многоэтажки могут войти в госпрограммы, дождаться помощи, то в частном секторе все держится именно на соседях. Но уме не договориться, найти решение, проявить инициативу. Здесь шутят. Такой гвалт стоит, что днем не поспать. Но когда в детском голосе восторг, согласны терпеть. Батут. Недавно попрыгал. Очень круто. Что футбольная площадка здесь крутая. Волейбольная. Вот беседка. Можно сесть, посидеть в теньке. Разговаривать. Вообще очень круто. Мария Сергеенко, Игорь Венечук. События Брянск. Гастрономическое путешествие в Италию для гостей с Венской ярмарки подготовила компания «Умалат». Организаторы превратили площадку в уютный средиземноморский дворик с белоснежными скамейками, благоухающими цветами, итальянской музыкой и, конечно, одним из главных гастрономических ингредиентов – свежим сыром. Все желающие могли не только продегустировать различные сорта сыра, но и научиться готовить знаменитое блюдо итальянской кухни. Первый слой мы положили творожный сыр плотный и смело можем наливать сверху питьевой йогурт. Свежий сыр с йогуртом и запеченной гранулой – отличное начало дня, считает Сергей Чернышев. Рикоттона Гранде сюда подходит как нельзя лучше. Богата кальцием, витаминами А, группы В, к тому же низкокалорийно. Такой десерт утолит голод, освежит в жаркую погоду. Свой кулинарный мастер-класс шеф-повар начинает именно с этого, популярного в Италии десерта. Приятное сочетание сыра, йогурта, ягод – все это как-то будоражит. Повар с 15-летним стажем. Сергей некоторое время работал за границей, сейчас известный московский шеф-повар. Средиземноморскую кухню любит за легкость, простоту, обилие зелени и сыра. Свою жизнь не мыслит без этого продукта. Свежие сыры компании «Умалат» уже много лет и на его столе, и в меню лучших ресторанов страны. Брянская продукция, говорит шеф-повар, превосходит российские аналоги и ничем не уступает оригинальным итальянским сырам. Я думаю, даже итальянец путает этот сыр с итальянским, и он не поймет, где итальянский. Я думаю, для него это будет как свой родной сыр, так как я знаю, что этот сыр производится на заводе «Умалат», и там следят за качеством итальянцы. Капрезе – настоящий символ Италии. Еще бы, ведь цвет этой закуски из помидоров, моцареллы и базилика в точности повторяет триколор итальянского флага. Обязательный ингредиент – нежная и сочная моцарелла «Претто». Очень вкусно. Теперь будем дома сами пробовать делать. Когда мы делали, уже шел такой работ, очень вкусный. Очень вкусно. Здесь дело не в том, чтобы наесться, а дело в том, чтобы прикоснуться. Спасибо большое за возможность «Умалата». Я всем рекомендую. Один из крупнейших производителей Брянской области. Компания «Умалат» уже несколько лет подряд принимает участие в Сленской ярмарке. Ажиотаж у прилавков с продукцией – явление уже привычное. Мимо дегустаций не могут пройти даже официальные лица. Моцарелла. Вот это? Моцарелла. Сливочный. Во рту тает. Я очень большое любитель сыра. И сыры «Умалат» мне очень нравятся. Но они очень приятные на вкус. Во-вторых, чувствуется, что оно насыящее. Мы давно уже берем маскарфона, но не уступает итальянским. Рикотта шоколадная. Люди, я не похудею никогда. Вкус сыров у Награнды, Претта и Умалат хорошо знаком жителям многих регионов России и ближнего зарубежья. Рядом с традиционными продуктами – новинки компании. Сулугуни для хачапури и моцарелла в кубиках. Я вижу, что наш продукт востребован. И это здорово. Это нас вдохновляет для дальнейшего расширения производства. И на данный момент мы растем из года в год. И это видно по нашим потребителям, по нашим заявкам. Кульминация звездного мастер-класса. Пошаговая инструкция, как готовить ризотто а-ла-телефона. К слову, любимое блюдо шеф-повара. Сырные нити, похожие на телефонные провода. Заслуга моцареллы для пиццы Претта. Мы видим, да, вот они. Телефонные провода. Очень вкусно. Приятно здесь находиться. Ну и хотелось бы посмотреть, просто как это все готовится, чтобы своей девушке все это сделать. Итальянские, кавказские. С каждым годом растет не только ассортимент сыров. Большой спрос на продукцию вдохновил предприятие Умалат и на расширение производства. Уже в следующем году компания намерена вдвое увеличить мощности. Это значит, что натуральные свежие сыры брянского производителя будут достигать еще больших высот. Елена Почкарева, Анатолий Чикрыгин. События. Брянск. Уникальная возможность совершить гастрономическое путешествие от Абхазии до Камчатки появилась у жителей и гостей Брянска. Вкусная выставка под таким названием открылась в торговом центре Родина. Гостей выставки встречает Ливан у Белава. Его прилавок – как палитра художника. Специи для семьи Ливана – дело, переходящее из поколения в поколение. Изюминкой моего огорода является соль абхазская, сванская и гранатовая. Их применять точно так же, как обычную белую соль. Дозировка такая же, только вкус будет другой. Также мы привезли аджику сухую. Везде, где остроту хотите придать, аромат блюду, добавляйте, все очень ароматное будет. Ореховая универсальная есть. Ее можно добавлять даже в готовые блюда, прямо к себе в тарелочку. Вот все, что в холодильнике есть, вытаскивайте, добавляйте, кушайте, очень вкусно будет. Я его, наверное, только с мороженым не ел, а так вообще везде добавлял. Следующая остановка в нашем гастрономическом путешествии по Абхазии – у бочонков с аджикой. Визитная карточка северо-западной части Закавказья. Делаем мы ее из сухого стручкового перца, добавляем 16 видов специй. И наша изюминка – это грецкий орех, что дает такую маслянистость этой аджике. В дополнение к такой пряной композиции – мясные деликатесы. И совсем для кулинарных эстетов – сырые шестилетние выдержки. Не устоять перед таким изоберием даже искушенному итальянцу. Красивое место, идеальная организация, продукты самого высокого качества. Я попробовал икру, пармезан, соусы – все в порядке. Очень вкусно, я люблю вот это мясо натуральное. Переходим к десерту. Для сторонников здорового образа жизни – орехи и сухофрукты. Эти шарики – настоящие витаминные бомбочки. Съел такую на завтрак, и заряда энергии хватит как минимум до обеда. Это все натуральная продукция. Мы не вымачиваем, не обрабатываем. Вярится исключительно в тенечке. Судя по тому, как абхазцы здоровые люди, и долголетие у них, большой период жизни, надо ближе к ним тянуться и пробовать их продукты. Дополняют экспозицию дары с полуострова, омываемого двумя морями и океаном. Здесь, от Абхазии до Камчатки, всего пару шагов. Очень много всего, смотрите. Всего понемножку. Белорыбеца, пчевачья, икра. Гастрономическое путешествие от Абхазии до Камчатки можно будет совершить вплоть до 8 сентября на четвертом этаже торгового центра «Родина». Екатерина Карманова, Максим Кузнецов. События. Брянск. Программа добровольного переселения соотечественников не снижает оборотов. В Почепский район с 2014 года приехало полтора десятка семей. Люди получают гражданство, а Центр занятости помогает найти работу и выплачивает единовременное пособие. После распада Советского Союза многие люди, родным языком для которых был русский, стали гражданами других государств. Для них и была создана программа добровольного переселения. В Почепском районе на сегодняшний день работает комиссия по рассмотрению материалов потенциальных участников этой программы. В состав комиссии входят различные заинтересованные социальные структуры. Это и отдел социальной защиты населения, Центр занятости, Пенсионный фонд, отдел образования, полиция, паспортно-визовая служба. С начала действия программы в Почепский район приехало почти 150 семей из Украины, Узбекистана, Молдовы и Прибалтики. Людмила Лебедева родом из Кишинева. В нашу область приехала вместе с семьей шесть лет назад. Так как у нас в Кишиневе закрывались русскоязычные детские сады, старшая девочка тогда, на тот момент было ей три года, она в группу ходила в русский садик и все закрывалось русское. Мы решили девочку сюда отдать в детский садик. По словам Людмилы, открытого притеснения русских не было, но неприятности на национальной почве случались. Муж работал на тот момент в троллейбусном парке, получали новые троллейбусы. Русским не давали. Ему говорили в открытую, ты русский, есть претензии, езжай в Россию. Вот туда и езжай. Вот ты русский, тебе на тот момент не положено. Сейчас дочь Людмилы учится в шестом классе, сын в четвертом. Хотя мы родились в Молдавии, нас воспитывали любить свою родину. Для нас Москва, она также осталась столицей нашей родины. Конечно, такого образования мы не получили бы. Людмила – кладовщица на швейной фабрике. Сейчас горячая пора. Школьники выбирают форму к новому учебному году. Мне все подобрали по размеру, очень все нравится. Случайно сюда зашли, очень все быстро, качество формы очень хорошее. Мы уже третий год здесь обслуживаемся, все замечательно и особенно хороший коллектив. Людмилу любят не только покупатели, но и коллеги. Получается, что мой день рождения, получается, на момент, когда мы все отдыхаем. Ну, мне всегда присылают поздравления, мне всегда, как презентуют, поздравляют подарком. Конечно, она терялась, пугалась, потому что она все-таки приезжая, боялась, что в коллективе ее не примут. Но мы приняли, она оказалась очень добросовестным человеком, грамотным, отзывчивым. Переселенцев охотно берут на работу и крупные предприятия района. Часть граждан трудятся в сельском хозяйстве. Некоторым предоставили жилье. При желании вернуться на родину, возможность у наших соотечественников будет до 2020 года. Екатерина Пормон, Анатолий Чикрыгин, События Почеп. Новости программы телеканала «Брянская губерния» также доступны на нашем сайте в интернете. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях. А я желаю вам всего самого доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Вы чувствуете себя неповторимо и комфортно в новом образе. Салон красоты «Бигуди» 740075. Ты красива и это просто.